Всем привет! Я Юлия. Я мечтаю о вечном лете. Но, к сожалению, это несбыточная мечта. И уже совсем скоро, а именно завтра, наступит осень. Осень 2018 года. И сейчас начался дождик. Такая осенняя-осенняя погода. Поэтому я спешу начать заготовку сухоцветов, чтобы продлить свое лето. Я очень люблю зимой создавать букеты из сухоцветов. И один из моих любимых сухоцветов это статицы. Вот такая красавица выросла у меня в саду. И пока ее сильно не намочил дождик, сейчас я выберу те растения, те веточки, которые уже вполне пригодны для высушивания. Поэтому вот сейчас очень осторожно, очень внимательно разглядывая каждую веточку, я буду ее срезать. Потому что, как вы видите, на одном растении есть и те, которые уже совершенно распустились. Вот они вполне пригодны для высушивания. И тут же есть прям совсем бутончики-бутончики. Вот мы подождем, пока они полностью распустятся. И пока их трогать не будем. Итак, проходимся по каждому растению. И выбираем самые распустившиеся, самые яркие веточки. И срезаем их. А что я буду делать дальше, я обязательно вам покажу. Ну, я приступаю. Пока не очень намокла я. И главное, не намокла моя статица. Даже сейчас для хорошего настроения можно поставить у себя в комнате или на веранде букетик из вот такой еще даже не высохшей, не высохшей до конца статицы. Будет, мне кажется, очень нарядно смотреться. А уж зимой, я вас уверяю, такие сухоцветы, такие букеты из сухоцветов доставят вам много-много положительных эмоций. И обязательно продлят нам лето. Ну, или хотя бы воспоминания о нем. Вот показываю, как сохнет моя статица. Прямо на стенку прибитой гвоздики. Рву веревочки и пучками, вот такими небольшими пучками, связываю ее и подвешиваю верх ногами, как говорят. И будет она так висеть до полного высыхания. Так что сажайте статицу, вырастить и ухаживать за ней совершенно несложно. А букеты будут очень-очень красивые и будут радовать вас всю зиму. Встретимся со статицей уже когда будем делать букеты. Все, мои хорошие, всем, кто смотрит это видео, огромного здоровья, крепкого-крепкого. И, конечно, мир в наши дома. Пока-пока!